привет друзья сегодня в этом видео мы с вами будем чистить медную монету 5 копеек 1792 года обратите внимание на состояние монеты рельеф зеленевший потускневший и монета очень сильно испорчена поэтому в этот раз о монете я расскажу лишь при завершении чистки так как в данном состоянии на монете невозможно практически ничего разобрать сегодняшнюю чистку мы с вами будем производить при помощи 75 процентной фосфорной кислоты давайте приступим к чистке прежде чем начать поговорим о технике безопасности первое нам понадобятся вот такие вот очки чтобы защитить наши глаза также у меня на руках вы можете заметить защитные перчатки и далее нам понадобится защитная маска чтобы не дышать всеми испарениями и также не забывайте что чистку лучше проводить хорошо проветриваемом помещении передавайте посмотрим какие средства нам понадобятся для чистки этой монеты 1 пластиковая ванночка ватные тампоны и конечно же 75 процентная фосфорная кислота давайте приступим первым делом разместим ватный тампон на дне пластиковой емкости далее на этот ватный тампон мы положим с вами нашу медную монету 5 копеек зачем так делать ватный тампон пропитается кислотой и обратная сторона монеты тоже подвергнется воздействию кислоты и теперь далее можно заливать фосфорную кислоту кислоты не жалейте за полным емкость примерно на одну треть сразу на поверхности монеты появляется множество маленьких пузырьков которые отделяются от поверхности монеты и устремляются наверх это означает что началась реакция и процесс очистки монета будет находиться в фосфорной кислоте 30 минут теперь давайте посмотрим процесс растворения окислов более быстром варианте несмотря на то что монета находилась на ватном тампоне который тоже пропитался кислотой я переверну ее на другую сторону и оставлю еще на 30 минут и вы можете заметить как активно начался процесс растворения окислов в общей сложности прошел час времени 30 минут на одну сторону и 30 минут на другую сторону и теперь пора извлечь монету из кислоты посмотрите как выглядит монета зеленый оксид полностью растворился положим монету на чистый ватный тампон вы можете заметить какого цвета теперь ватный тампон который впитал себя тоже очень много грязи и окислов несмотря на то что кислота потемнела выливать мы ее не будем своих свойств она не потеряла вот такой результат у нас получился на данный момент далее перемещусь в ванну и мне необходимо будет промыть монету под проточной водой и далее я буду очищать ее при помощи мыльного раствора и щетки обратите внимание на щетку примерно одну треть волокон я срезал как выглядит мыльный раствор вы можете видеть верхней левой части экрана он похож на пюре сожалению в ванне негде закрепить штатив поэтому я пошел чистить а как вернусь покажу что у меня получилось давайте посмотрим как стала выглядеть монета после чистки в мыльном растворе при помощи щетки обратите внимание сразу прорисовался рельеф его мельчайшие детали которые были спрятаны под оксидными образованиями к сожалению на реверсной стороне еще остались обильные потемнения от которых мы с вами тоже избавимся сейчас я снова положу монету в раствор фосфорной кислоты еще на один час после чего я ее извлеку и повторю процедуру очистки при помощи мыльного раствора и щетки прошел час пребывания монеты фосфорной кислоте после чего я почистил ее мыльным раствором и щеткой и давайте посмотрим как теперь выглядит монета теперь рассмотрим с вами реверсную сторону и как вы можете заметить час назад она была довольно затемневшая конечно же на этом я не остановлюсь необходимо убрать все темные пятна поэтому я помещу монету в раствор фосфорной кислоты еще на один час и далее повторю процесс чистки при помощи мыльного раствора и щетки давайте посмотрим какой результат у нас получился с правой стороны вы можете посмотреть как монета выглядела час назад реверсная часть монеты очень хорошо очистилась посмотрим аверсную аверсная тоже неплохо для закрепления результата положу монету в кислоту еще на один час прошел последний час чистки давайте взглянем на результат полностью хорошо очищена аверсная сторона монета также довольно хорошо проглядываются детали гурта и также мы получили отлично очищенную реверсную сторону монеты не осталось ни единого потемнения теперь давайте посмотрим на кислоту вот все вот это было на монете теперь чтобы препятствовать образованию оксида нам необходимо защитить монету теперь нам с вами необходимо защитить монету для этого сейчас мы нанесем на нее специальное защитное средство она покрывает поверхность монеты и препятствует процессу оксидирования ссылку по которой можно приобрести такое же средство я оставил в описании обычно хватает одной капли на каждую сторону но учитывая размер монеты мы нанесем гораздо больше защитного средства теперь при помощи мягкой тряпочки я разотру средства по поверхности монеты необходимо хорошо обработать все детали рельефа монеты защитное средство хорошо нанесено на поверхность монеты и теперь необходимо оставить монету на несколько часов чтобы успела сформироваться защитная пленка после чего необходимо будет удалить остатки защитного средства вот такой вот оттенок приобрела у нас монета так называемый приятный шоколадный цвет теперь давайте удалим остатки защитного раствора при помощи мягкой полировальной тряпочки пришло время подвести итоги сейчас мы сравним какой монета была и какой она стала сейчас а заодно я вам расскажу что это за монета монеты данного типа с венцелем екатерины 2 чеканились на екатеринбургском монетном дворе с 1763 по 1796 год в 1797 году по указу павла первого производилась перечеканка 10 копеечных монет образца 1796 года пяти копеечные монеты теми же штампелями статами 1791 1793 1794 и 1795 на аверсе монеты изображен венцелем екатерины 2 составлен из букв и императрица и е екатерина и римской цифры 2 наверху находится императорская корона по бокам указан год разделенный на две части 17 и 92 окружают изображение две ветви связанные внизу бандом далее реверсная сторона на реверсе монеты изображен керп российской империи второй половины 18 века на гербе двуглавый орел с поднятыми вверх крыльями коронованный двумя императорскими коронами выше находится такая же корона большего размера правой лапой орел держит скипетр левой державу на груди помещен щит с московским гербом святой георгий на коне поражающий копьем змеевидного дракона с крыльями московский герб окружает цепь ордена святого апостола андрея первозванного под лапами орла буквы е м что означает екатеринбургская монета внизу вдоль канта расположена лента с надписью 5 копеек что касается состояния монеты результат очистки то я им очень доволен нам удалось удалить абсолютно весь налет под которым находился прекрасный рельеф монеты монета успешно очищена и теперь пришло время вернуть ее владельцу я вам сейчас немножко расскажу как правильно хранить такие монеты право вы видите обычный пластиковый пакет если вы хотите просто положить туда монету временно или просто кому-то передать в этом ничего страшного нет но если вы хотите долго хранить в нем монету то для этой задачи он не подходит спросите почему ответ простой потому что он содержит своем составе водород и это означает что через несколько лет монета может поменять свой цвет два других кармашка для монет предназначены для долгого хранения и не содержит в своем составе водород ссылку по которой можно приобрести такие же кармашки для хранения монет я оставил в описании к видео и давайте посмотрим как в них будут выглядеть монеты вот посмотрите первый вариант довольно неплохо выглядит и вот еще есть вот такой вот второй вариант дополнительной застежкой тоже неплохо выглядит но первый вариант лично мне понравился больше поэтому буду использовать его в таком виде владелец монеты может хранить свою монету всю жизнь и она останется в сохранности давайте подведем с вами итог сегодня мы с вами почистили медную монету 5 копеек 1792 года которая была покрыта довольно серьезным оксидным налетом и 75 процентная фосфорная кислота блестяще справилась с этой задачей и монета приобрела свой естественный великолепный цвет если вам понравилось видео не забудьте поставить палец вверх и подписаться на канал через профиль а на сегодня у меня все и до новых встреч пока пока